Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Сегодня я вам расскажу про те автомобили Skoda, которые вы не встретите в России. Ну или даже если встретите, то завезены они сюда неофициально, потому что в России они официально не продаются. Будет много всего интересного, поэтому усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Погнали! Как-то раз путешествуя по Шри-Ланке, я наткнулся на очень-очень интересный автомобиль. Морда у него была от Skoda Fabia, причем от той самой, которая еще у нас продавалась. А зад у него был от Volkswagen Polo, седан, который вроде как для России продается. И это выглядело очень странно, называлось это Skoda Rapid. В действительности такие Rapid'ы производились для Индии, и в общем-то там они активно и продавались. Но сегодня в продаже такой новый Rapid' вы уже не найдете, потому что Индия не стоит на месте, и у них так же, как у нас, вышел новый рестайлинговый Rapid. Давайте посмотрим на него. Честное слово, презентация вот этого вот индийского Rapid'а, это просто такое ощущение, что я смотрю индийское кино. Я запустил бы вам, честное слово, звук, но боюсь получить какие-то санкции в сторону канала, поэтому не могу этого сделать, и думаю, просто посмотрите, но это реально же настоящее индийское кино. Машина очень-очень интересная, особенно спереди, я никак не могу понять, от чего они приделали туда фары. То есть это и не новый наш Rapid, и не старый наш Rapid. И, честно говоря, они больше похожи на что-то от Volkswagen, что-то они мне напоминают, но я никак не могу понять. Может быть, Tiguan? Ну, в общем, пишите свое мнение, как вам вообще этот автомобиль. Но вот в Индии прямо сегодня такой Rapid продается. Ну, если говорить вот про это поколение Rapid'ов, все-таки я хотел бы упомянуть Rapid Spaceback, который долгое время продавался в Европе. То есть это привычный Rapid предыдущего поколения, который у нас был. Но, соответственно, он хэтчбэк с таким большим-большим стеклом сзади. Достаточно интересная машина, необычная нашему глазу. Каждый раз, когда я попадаю куда-то в Европу, вижу этот автомобиль, то выглядит он для меня интересно, удивительно. Жалко, что к нам его не завозили. Ну, и уже, естественно, не завезут, потому что поколение это закончилось, как и закончился сам Rapid. В Европе его больше не продают. Кроме Индии, он еще продается в России. Это, опять же, совершенно другая машина, разработанная специально для России. А точнее, ну, фейслифт, произведенный специально для России предыдущего Rapida. Так же, как, вероятно, тот Rapid, который сейчас продается в Индии, фейслифт, произведен специально для Индии. Ну, а в Европе самый близкий автомобиль по визуальному восприятию к нашему Rapid'у это Skoda Scala. Но Scala построена все-таки уже на платформе MQB, да, в отличие от нашего Rapid'а. Вот, и, наверное, по размерам все-таки больше напоминает Volkswagen Golf. Ну, и, конечно же, Scala это хэтчбэк, потому что в Европе больше любят хэтчбэки и универсалы. А у нас, по крайней мере, как считается, я знаю, что вы напишите в комментариях, больше любят седаны, ну, или, на крайний случай, лифтбэки. Лифтбэки у нас тоже очень хорошо заходят. Вот, поэтому в Европе есть Scala. Я в ней сидел, она не воспринимается как какой-то большой автомобиль. То есть, по сравнению с Octavia, она воспринимается все-таки автомобилем поменьше. Хотя вот они там на одной платформе и так далее. Ну, и Fabia. Fabia же никуда не девалась, это в Россию перестали поставлять. И производят ее сейчас только в Европе. Ну, может быть, еще где-то в мире, я не знаю, но в России ее нет. И я нашел вот такие вот красивые кадры. Это Fabia Red & Grey. Я так понимаю, что-то типа нашего Монте-Карло, но вот, видите, там красный и серый. То есть, такая вот идея, такая тема. Fabia уже сейчас, как я понимаю, претерпела рестайлинг. Мы ее так у себя и не увидели, ни до рестайлинга, ни после рестайлинга. В целом, автомобиль в салоне, вот я сидел в Финляндии, очень сильно напоминает ту самую старую добрую Fabia, к которой мы привыкли. Но разве что формы, конечно же, там торпеды и всего остального уже гораздо-гораздо более современные. Также автомобили, которых никогда не было в России, это Citigol или Citigo, не знаю, как правильно. Это малолитражка, совсем маленькая машинка, городская. Изначально была с бензиновым двигателем, сейчас Citigo выходит уже в версии iV, то бишь электрический. Что для Европы супер актуально. Про электрические автомобили мы сейчас поговорим с вами более подробно. Потому что многие концерны в Европе к 2030 году уже хотят полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Все, то есть они не будут их производить. Я скажу, что я был два года назад в Норвегии. И по моим ощущениям там каждая вторая, ну максимум каждая третья машина это Tesla. Потому что парковка бесплатная, электричество бесплатно, с налогами там все очень хорошо. По-моему вообще они налогами не облагаются. А ДВС облагаются какими-то космическими налогами. Ну и в общем Европа сейчас будет очень активно отказываться от дизеля, если уже там не отказалась. Дальше уже от других ДВС и перейдет полностью на электромобили. Чаша сияния минует и Россию. Есть планы, может быть, ну не настолько о них там говорят. Да, но есть планы Питер, Москву и Сочи в каком-то будущем, слава богу, не самом-самом ближайшем, закрыть для ДВС. Разрешить внутри использовать только электромобили. Ну а соответственно, так как ДВС всех девать куда-то надо будет, то вся остальная Россия будет благополучно платить за бензин. Для того, чтобы наши нефтяные компании, ну как бы не потеряли в прибыли. Вот такие вот есть планы, как они будут осуществляться, посмотрим, поживем. Ну слава богу, это по крайней мере не будет настолько быстро. Ну и естественно, так как в Европе такая идет пляска, то Шкода выпускает первый полностью электрический автомобиль, кроссовер Эньяк. Он там в нескольких модификациях, с разным типом привода, с разным количеством расстояния, которым может проехать этот автомобиль. Опять же говорю, если вам про какую-то машину интересно подробнее, то вы пишите мне в комментариях. Если комментариев будет достаточно много, то я обязательно сделаю дополнительно выпуск, расскажу подробнее про этот автомобиль. Или как в данном случае электромобиль. Сейчас у нас список большой, и я погружаться детально не хочу. В какую-то конкретную машину. Ну и также в Европе у нас есть что Octavia EV, что Superb EV. Заодно есть у универсалы и Octavia и Superb. Поэтому мы у себя на дорогах такого счастья пока что видеть не можем. Ну и соответственно, EV в данном случае это все-таки гибрид. То есть это не полностью электрический автомобиль, это все-таки гибрид. То есть есть и бензиновая установка, и соответственно электрическая. И кстати говоря, очень интересно по электромобилям. Я тут слышал про Украину, что там тоже сейчас пушат очень активные электромобили, но при этом заряжаются они от электричества, вырабатываемого на мазутных и угольных электростанциях. То есть сжигают мазут, сжигают уголь для того, чтобы зарядить экологически чистый автомобиль, который соответственно едет. Поэтому у меня пока что колот своего мнения на тему того, что электрические автомобили как полная замена ДВС, хорошо это или плохо, у меня пока не сложилось. Но мы видим, что все равно мировые тенденции движутся в ту сторону. И я думаю, что ЧА-6А нас не минует. Раз уж мы заговорили про Octavia, то соответственно в Европе есть такие версии, как Octavia RS, совершенно с разными силовыми установками. Octavia Scout, наша любимая полноприводная, которая когда-то у нас была, продавалась, когда это был кузов А5. Сейчас, к сожалению, в А4 мы официально ее, по-моему, и не видели. Хотя иногда машины попадаются, скорее всего, пригнанные сюда. Ну, может и продавалась, я на 100% не могу сказать. Но сейчас ее, в принципе, в России не купить, поэтому наслаждаться таким автомобилем мы можем исключительно в Европе. Ну и может быть в каких-то других странах мира. Опять же, за все страны не скажу. Но давайте мы немножечко уже затронули кроссоверы с Иниаком. Поговорим про кроссоверы, которых нет в России. Начнем с того кроссовера, которого, насколько я понимаю, уже и в Европе нет. Это Kodiak RS, который вышел, так лихо дебютировал. У него был BTDI Green Tech 2-литровый двигатель, который развивал почти 240 лошадиных сил и сходу практически поставил рекорд Нюнберга. Правда, среди семи местных кроссоверов, конечно, для легковых автомобилей это ни о чем. Ну и это неудивительно, потому что разгониться достал он что-то, по-моему, за 6-7 секунд, что ли. Но, тем не менее, Европа с ним уже прощается. По причине той, о которой я уже вам рассказывал. Потому что все движется в сторону экологии, электромобилей. И вот такой вот дизель. Я так понимаю, что B это означает, что все-таки он с двумя турбинами. Соответственно, в Европе выжить сегодня не может. Поэтому красивая была машина. Жаль, что к нам не завезли. Хотя завезли бы, ну и чего, ну и сколько бы он стоил бы, там 5 миллионов, кто бы его покупал. Ну, такая, как всегда, история. Немножечко грустно. Но есть еще кроссоверы, которых нет на российском рынке. Как вы знаете, Carroco у нас наконец-то там появился, да, уже давно колесит. И многие уже из вас его купили. А вот его младший брат, Skoda Kamiq, то есть кроссовер, который еще меньше Carroco, который бывает только переднеприводным. Ну и по моторчикам там либо литровый TSI, либо в суперкрутых версиях полуторалитровый TSI в Россию не завезли. И насколько я понимаю, он изначально разрабатывался для Китая. Но сейчас он в Европе в полный рост продается. И я в Европе такие машины встречал. Ну и самая супер-пупер новинка, которая вот только-только звучит еще, я так понимаю, старт производства или продаж там в 22-м году. Это Skoda Kuchak. Это кроссовер, который будет еще меньше, чем Kamiq. И разрабатывается он для Индии. И будет продаваться там. Были какие-то варианты, что в Россию могут так же завести. Но нет, в России не повезут. Будем кататься на Carroco. Ну, не знаю, нужны ли нам настолько маленькие кроссоверы. Представляете, если Kamiq меньше Carroco, Kuchak еще меньше Kamiq. Не знаю, нужны или не нужны. Пишите в комментариях. Послушаем ваше мнение. Ну и еще интересно, что все кроссоверы, которые, кроме электрических, да, то есть с двигателем внутреннего сгорания, у Skoda, как вы знаете, начинается на букву K, заканчивается на букву Q. Вот такая вот у них идея. И поэтому они все очень похожи по названиям. И в них реально можно запутаться. Но Skoda считает, что это круто. Опять же, круто, не круто. Пишите в комментариях. Мне интересно будет вас послушать. Ну, а Anyag, опять же, заканчивается на Q, начинается на E, видимо, намекая на то, что это электрический кроссовер. Сколько еще странных слов и названий Skoda сможет придумать для того, чтобы в будущем называть все свои электрические кроссоверы на E, заканчивая на Q. Я не знаю, будет интересно понаблюдать. И совсем забыл. 13 апреля, через неделю, у нас презентация обновленного Skoda Kodiaq. И пока что есть только вот эти кадры его оптики, которые предоставила Skoda. Надеюсь, этот выпуск был интересен и полезен для вас. Вы узнали что-то интересное новое. Если что-то из этих автомобилей прямо вот вам в душу запало и хочется узнать про него больше, то пишите в комментариях. Вполне возможно, что я сниму какой-то отдельный ролик по конкретной машине. Ну, а с вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok